Сегодня, наверное, самый знаменательный день за очень многие годы. И я думаю, что чувство и грусти, и радости, оно одновременно у многих в душе, потому что мы сегодня открываем памятник человеку, который сделал столько для Красноярска, сколько, наверное, не сможет уже сделать никто. С именем Юрия Павловича Ишханова связано становление художественного института. Союз художников, который он возглавлял около 20 лет, в ту эпоху был самым расцветающим союзом. Появление отделения Российской академии художеств в Красноярске – это тоже во многом заслуга Юрия Павловича Ишханова. Это человек, который за свою жизнь установил столько монументальных скульптур, что могут позавидовать ведущие художники страны. Кроме этого, это был удивительный портретист. Это был замечательный человек, огромной широкой души и большого сердца. Мне посчастливилось быть его первым учеником в художественном институте. И знаменательно, что эта скульптура, которую мы сегодня открываем, была слеплена его последним учеником, выпускником его творческой мастерской, Антоном Владимировичем Терышкиным. Конечно, можно очень долго и много говорить о том, какой великий этот был человек, и скромный, и мудрый. Но сегодня событие заключается в том, что мы открываем памятник ему, человеку, который всю свою жизнь устанавливал памятники. И, конечно, хочется поклониться в землю и сказать огромное спасибо нашей замечательной власти, нашему губернатору и Министерству культуры. Это действительно при их поддержке такая возможность осуществилась. Хочется просто сказать огромное спасибо от всей души, от всего художественного сообщества за то, что действительно этому человеку стоит достойный памятник. Первое слово хочется предоставить министру культуры Красноярского края Елене Николаевне Мироненко. Пожалуйста, Елена Николаевна. Здравствуйте всем. Действительно, сегодня потрясающее событие, историческое, потому что единицы тех людей, которые хранятся в нашей памяти, прославляют Сибирь, прославляют сибиряков. И мы знаем, что работы Юрия Павловича во многих городах Красноярского края есть. Работы Юрия Павловича есть во многих городах Сибири. Эти работы продолжают жить, мы продолжаем их видеть. И самое главное, что происходит, несмотря на то, что Юрия Павловича уже давно нет с нами, уже несколько лет прошло, он продолжает жить, он в наших сердцах. И эта память, она для нас очень много значит, потому что эти заслуги, их невозможно забыть. Они продолжают творить его учеников, созидать и развивать то пространство, которое мы с вами видим каждый день вокруг. И действительно, огромное спасибо губернатору Красноярского края, потому что Виктор Александрович очень поддержал этот проект. И действительно, для него было важно вот эту признательность, эту благодарность выразить в виде хотя бы вот такой малости, которая, возможно, в виде памятника. И я очень надеюсь на то, что память о Юрии Павловиче будет продолжать жить в наших сердцах. Это самое главное. Поэтому всем спасибо. И самое главное, я вижу, что жизнь продолжается, потому что здесь Юлия, дочь Юрия Павловича, Светлана Андреевна. И абсолютно точно, эта память будет очень долгой, практически вечной. Память действительно живет в наших сердцах, пока мы сами помним, пока мы радуемся тому, что есть преемственность. Юрий Павлович воспитал целую плеяду замечательных скульпторов. Юрий Павлович последние годы своей жизни возглавлял отделение Урал-Сибирь и Дальний Восток Российской Академии Художеств. Слово предоставляется Антолию Павловичу Левитину, академику, вице-президенту Российской Академии Художеств, председателя отделения Урал-Сибирь и Дальний Восток. Высказано и очень хорошо. Я не хочу повторяться. Я хочу только сказать, что я присутствовал при очень важном событии, когда сооружался, и одна из его последних очень знаменательных работ, это памятник замечательному гидростроителю Бочкину Андрею. Потому что это его последняя работа, на которую он потратил массу сил, массу здоровья. И, по сути дела, сооружение этой работы ускорило, к сожалению, ускорило его кончину. Потому что он очень близко к сердцу принимал все то, что касалось сооружения этого замечательного памятника в Девногорске. Я хочу сказать, что Юрий Павлович был удивительным человеком в том смысле, что он очень мало говорил. Он не любил болтать ничего. У него были совершенно ясные задачи, перед ним стояли. И потом он создал такие замечательные вещи, такие портреты, такие памятники, которые навек останутся на Красноярской земле. И не только на Красноярской земле. Я хочу выразить большую благодарность руководству нашего края и города за ту поддержку, которую оказали при сооружении этого памятника. Спасибо скульптору Терешкину Антону, который очень много сил потратил для того, чтобы сооружить эту работу. Спасибо вам большое за внимание, за то, что приехали. Я думаю, что память о Юрии Павловиче будет всегда сопровождать всю жизнь нашу Красноярскую и Россию. Спасибо. Юрий Павлович прожил очень большую, интересную, творческую жизнь. В его жизни было очень много свершений. Мне хотелось бы, чтобы от имени родственников сказала несколько слов его дочь Юлия Юрьевна. Пожалуйста. Здравствуйте. Я хочу выразить от лица, родных, близких большую благодарность всем, кто помог в организации этого памятника, долгожданное для нас событие и очень значимое. Мне очень приятно, что автором этого памятника стал его самый, наверное, любимый ученик. И, наверное, это действительно значимое событие происходит сегодня. Я рада, что память в сердцах осталась и очень признательна всем тем, кто помнит отца. Он очень был любящий отец, любящий дед. И я думаю, что всё то, что он, весь свой талант, он оставил своим ученикам. Очень рада. Спасибо большое. Красноярск – это не просто город где-то во глубине сибирских руд. Красноярск – это действительно город настоящей большой, высокой профессиональной культуры. И те события, которые проходят в нашем городе, конечно же, в большей степени потому, что наша власть не просто обращает внимание, а наша власть считает, что действительно Красноярск должен ассоциироваться именно с культурой в первую очередь. Огромное количество конкурсов, в том числе и скульптурных. Красноярск – это город, в котором каждый год появляются новые произведения монументального искусства. Огромное количество выставок. Конечно, можно гордиться тем, что мы живём в этом замечательном городе. Что касается скульптуры, это настоящая такая сибирская школа. Школа высокопрофессиональная. И хочется поблагодарить скульптора за то, что он очень ответственно отнёсся к этой работе. Мало того, что он был его учеником, это человек, который несколько лет, невзирая на то, что и не было перспектив финансирования, Антон эту работу сделал. И сегодня мы её открываем. Слово предоставляется Антону Владимировичу Терышкину. Здравствуйте все. Я очень рад всех видеть. Для меня это такой праздник, на самом деле. И он и грустный, и, с одной стороны, он и радостный, потому что проект осуществился. И Юрий Павлович для меня это был... Не только был учителем, но и был моим дедом. Дед в добром понимании. Он был наставником. И его любовь, которая она была, он передал это мне. И его энергия добиваться до конца, делать большие проекты, не взирая на возраст, он это делал. И это он мог. Я хочу сказать большое спасибо как раз за помощь именно нашего Красноярского края. Толоконскому, Александру Ильичу и Мироненко, Елене Николаевне, я вас волнуюсь, на самом деле. Это такой праздник, на самом деле. Спасибо большое, что вы здесь. Спасибо всем, кто принял участие в создании этого памятника, кто пришел сегодня. Давайте действительно порадуемся вместе. Я думаю, Юрий Павлович нас видит. Я думаю, он тоже радуется вместе с нами. Огромное всем спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok